Здравствуйте, я не господин Цимбалюк, я Анатолий Шарий, это новое издание и я нахожусь под персональными санкциями президентским. У нас такой вопрос в дружественной Украине, чего на самом деле хотела Москва начинать диалог по гарантиям безопасности, потому что Россия не могла не понимать, Москва не могла не понимать, какой будет ответ Запада, и вы сами упоминали уже об ответах, которые звучали ранее. Для чего это надо было в таком случае? Существует версия в Украине, что Москва намеренно запросила чего-то очень большого для того, чтобы получить что-то другое, может быть, не публичное. Какие, если это не так, какие есть на самом деле аргументы о России для того, чтобы коллективный Запад изменил свое мнение, может ли это быть Куба или что-то другое? Мы не пытались играть в какие-то игры и не пытались следовать тому сценарию, о котором кто-то на Украине, как вы сказали, упоминал, имея в виду «прости больше, дадут меньше». Известная такая тоже одноходовочка, которые используются и в обычной жизни, и в политике. У нас все гораздо серьезнее. Мы категорически неприемлем появление прямо на наших границах Североатлантического альянса, тем более с учетом того и того курса, который проводит украинское руководство, и прежнее, и нынешнее, к сожалению. Более того, это красные линии по-настоящему, они это знают. Второй момент. Даже если Украина остается вне НАТО, там возможны двусторонние договоренности с американцами, с англичанами, с другими западными странами, которые там создают военные объекты, базы на Азовском море. Это нам тоже неприемлемо. Потому что размещение на территории наших соседей, в данном случае Украины, ударных вооружений, которые будут предоставить угрозу до Российской Федерации, это еще одна красная линия. Кстати, туда сейчас хлынул и Евросоюз. Мы говорили про Евросоюз и Украину. Они сейчас активно пиарят свои планы по направлению на Украину военно-учебной миссии. То есть хотят тоже внести свой вклад в тренировку, но по сути дела антироссийских подразделений. Там, кстати, на линии соприкосновения все больше и больше концентрируются войск. В том числе, как я понимаю, их наиболее боеспособные части – это так называемые добровольческие батальоны, которые Запад раньше рассматривал в качестве экстремистов, сейчас уже перестал это делать. И, кстати, вот Украина перемещает по своей территории войска, причем около линии соприкосновения собрала необычно большое количество. Но Запад это не беспокоит. Беспокоит то, что Россия делает на своей территории. Но Россия, напомню, никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники, они это делают прямо. Я вот приводил пример, когда Зеленский потребовал от русских убираться из Украины. Это прямая угроза. А что, если он всерьез решит, вот натопившиеся там у него силы вооруженных сил, в смысле подразделения вооруженных сил Украины, использовать, чтобы русских оттуда выгнать? Ведь обсуждается же в Киеве план «Б». Даже с хорватами, господин Кулеба советовался с хорватами об их опыте так называемой операции «Шторм», когда 200 тысяч сербов в итоге оказались за пределами своей родины и стали беженцами. Поэтому я бы предложил нашим западным коллегам, когда они оценивают, кто и где, куда свои войска на свои территории передвигают и перемещают, посмотреть, какие цели провозглашают украинские радикалы во главе с президентом, по сути дела, в отношении русских и русскоязычных. Продолжение следует...